Впервые в Южной Осетии военный парад в честь Дня Победы пройдет 24 июня. Как и каждый год, так и сейчас мероприятие обещают быть насыщенным. На данный момент проходят репетиции к военному параду на плацу военного городка. Впервые в военном параде примут участие курсанты российских военных вузов. Подготовка к параду в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом. Отрабатывается слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, прохождение торжественным маршем и другие элементы парада. Расчеты вооруженных сил сформированы из числа самых подготовленных военнослужащих. В подготовке задействованы парадные расчеты войск Схимвальского гарнизона, подразделения Министерства внутренних дел, МЧС, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы, Министерства обороны Российской Федерации. Репетиции проходят под командованием начальника генштаба вооруженными силами Южной Осетии Виктора Федорова. В параде будет участвовать порядка 25 парадных расчетов. В этом году еще участвуют курсанты военных училищ. Нам просто повезло, и им тоже повезло, что в таком параде они оказались здесь в это время, в связи с этой пандемией. И мы всех поставили в строй по предложению президента. Всех организовали, и вот сейчас они с нами. Будет, кроме того, участвовать пограничное управление ФСБ России. Тренировки с участием всех парадных расчетов на плацу военного городка будут проходить до 18 июня. Каждый из нас относится с особой ответственностью в подготовке вот этого парада и участия в нем. Вот некоторые вот там что-то недорабатывают или еще что-то. Но вот я со многими разговариваю, с офицерами, с военнослужащими, контрактниками, срочниками. Все очень ответственные, все прониклись этим чувством, что в этом году надо как никогда показать себя с лучшей стороны. Генеральную репетицию с участием военной техники планируется провести 20 июня на центральной площади Цхимвала. Напомним, традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за коронавируса. Парад, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне в нашей стране, пройдет в один день с военным парадом на Красной площади. Президент Анатолий Бибилов по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Москве. Аппарат Победы в нашей республике будет принимать глава правительства Эрик Пухаев.